Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о Лене Хэппи, а точнее о двух ее последних видео. Ну что, не успела Лена нас всех отругать, на чем свет стоит, сидя в рваных джинсах на переднем сидении своего автомобиля с дверью на распашку? Как она тут же поскакала, тратя деньги на какую-то ерунду? Мы-то думали, Лена теперь будет активными темпами откладывать, копить на квартиру, которую она собралась покупать не позднее, чем в следующем году. А нет, оказывается, Лене срочно понадобилась какая-то ерунда, какое-то фуфло в виде банок, склянок, каких-то дешевых украшений. В общем, поехала Лена на шоппинг в Доллар Шоп. Доллар Шоп — это магазин, где продают всякую дребедень, всякие побрякушки, всякую мелочевку, и, в принципе, против самого магазина я ничего не имею. Хотя, по сути, концепция этого магазина совершенно не соответствует названию, потому что магазин, как я уже сказал, называется Доллар Шоп. То есть предполагается, что там все продается за доллар, и вроде бы раньше когда-то так и было. Но сегодня мы можем видеть, что, естественно, там очень много вещей, которые продаются по более дорогой цене. И за 5, и за 10, и за 15, и за 17 долларов там есть товар. Но, в принципе, это можно пережить. Единственное, что я не могу понять, так это то, что там делает Лена. Ведь Лена должна откладывать на квартиру, ведь Лена должна беречь каждую копейку. Почему она помчалась в этот магазин скупать всякую ерунду? Какие-то коробочки, какие-то баночки, какие-то украшения. Зачем вообще это нужно? Тем более при учете того, что в ближайшем обозримом будущем нужно будет переезжать. Мне это говорит о том, что Лена в ближайшее время на самом деле никуда не собирается переезжать. Она, наоборот, таки обустраивается в доме родни. Вот эти вот баночки, куда она собралась складывать какие-то бусинки, коробочки для организации пространства. Лена несколько раз повторила эту фразу. Организация пространства. То есть она уже под себя организует все это пространство в домике на болоте. Никуда она в ближайшее время не поедет. Хотя в том видео из машины Лена нам уверенно сообщила о том, что она зарабатывает очень хорошо, намного больше, чем среднестатистические американец. И она уже была готова прямо сейчас подавать заявку на ипотеку, на кредит. Но решила все-таки подождать еще год для большей уверенности, чтобы потом уже с еще большим доходом пойти в банк, попросить кредит, попросить ипотеку. Ну, такое решение было принято, естественно, неспроста, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что при подаче заявки на ипотеку в Соединенных Штатах Америки вы должны доказать два года стабильного дохода. Причем желательно из одной отрасли. То есть вы не должны прыгать с одной работы на другую. И да, тут учитывается любой доход. И YouTube сюда входит, и бусики. Но это тоже должно все быть стабильно. Вы должны показать, что из года в год вы занимаетесь этим, и это стабильно приносит доход. В связи с этим Лене, конечно же, мы пожелаем, чтобы она больше не закрывала свой канал, не уходила с YouTube, не протестовала таким образом, не пыталась кому-то чего-то там доказать, а продолжала выпускать свои видео на радость своим зрителям и таким образом как бы поддерживать ровный доход с YouTube тоже. Потому что в свое время Лена нам говорила, что у нее по меньшей мере выходит 700, что очень ободрило в свое время Селимку. И он настаивал на том, чтобы она продолжала сниматься на YouTube. Но тут вдруг Лена сказала нам, что поскольку она все это делает тяп-ляп, то у нее где-то выходит 500 долларов в месяц. То есть Лена уже путается в показаниях. Ну вообще Лене очень сложно верить, когда дело заходит о ее доходах. Они у нее все время как-то в разброд идут. И в частности, вот когда речь заходит о бусиках, там вообще без бутылки не разобраться, потому что вроде как Лена зарабатывает огромные суммы на этом бизнесе, какие-то тысячи и тысячи долларов. А потом вдруг выясняется, что это совсем не так, сумма намного меньше, потому что Лена инвестирует постоянно во что-то, плюс реклама. Короче, я даже не хочу в это вникать. Но факт тот, что Лена полностью уверена в своих силах, она им оптимистически настроена. И в своем вот том видео из машины она заявила нам, что она взрослая девочка, я сильный человек, как она говорит, и цитирую, я без родни не пропаду. Это совершенный факт. Ну а пока Лена все так же сидит у родни, пользуется его кредитной карточкой. И, кстати, многие могут сказать, Эдик, что вы лезете к женщине, что вы упрекаете ее за покупку коробочек, за покупку баночек и скляночек. Пусть она уж себе позволит маленькую слабость. Неужели она этого не заслужила? Да заслужила, конечно. Иначе бы родни не выдал ей кредитную карточку или дебетную карточку, не знаю уж какая там карточка, для того, чтобы Лена могла себя баловать. Но если вы копите на квартиру, если вы копите на жилье, зачем вам нужна эта туфта? Зачем вам нужна эта дребедень, которую потом нужно будет снова куда-то перевозить? Лучше, если есть в распоряжении карточка, использовать ее в своих же интересах. Возможно, снимать что-то и также откладывать, если, конечно, родни это разрешил. Я уж не знаю, какая там договоренность. Но факт тот, что есть более важные дела, чем покупка вот этой всей туфты, которая будет собирать пыль, и которую потом нужно будет перевозить, что наводит меня на мысль о том, что, скорее всего, Лена не собирается никуда переезжать, не собирается она никуда ничего перевозить. Скорее всего, она уже въехала в дом родни с тем, чтобы там остаться. Она уже там прописана, скорее всего, раз она получила свои документы, наконец-таки. То есть все, все эти разговоры о переезде, о покупке квартиры, о покупке жилья, о съеме жилья, это все контент. Естественно, это все обеспечивает Лене просмотры и хоть какую-то движуху на канале. А вообще Лена напоминает ту лисичку из русской народной сказки, которая, помните, попросилась к зайцу в избушку, мол, я сама на лавку, хвост под лавку, а в конечном счете выгнала этого зайца из дома. Я не знаю, чем закончатся отношения Лены и родни, но вот складывается впечатление, что Лена уже потихоньку ощущает себя хозяйкой и даже высказала такую мистическую фразу, которая меня заинтриговала. Помните, говоря о траке, она сказала, что трак официально, технически он мой, но у меня к родни никаких претензий нет. То есть, видите, какая великодушная Лена. Каким-то образом она завладела траком или половиной трака. Сродни она ничего не требует и никаких претензий к нему не имеет по этому траку, несмотря на то, что официально по бумагам технически он принадлежит Лене, ну или, по крайней мере, его половина. Вот как надо, видите, витиеватость слов, ловкость рук и никакого мошенничества. Очень жаль, кстати, что Лена под тем видео, где вот это она нам все рассказывает и показывает, отключила комментарии. Я не знаю, чем руководствуются Лена и другие блогеры, которые вот отключают комментарии, что они хотят этим добиться, потому что те, кто хотят высказаться по этому поводу, они все равно идут на каналы других людей, на каналы обзорщиков, об этом высказываются. Почему-то вместо того, чтобы иметь хоть какую-то движуху у себя на канале, блогер решает закрыть комментарии на своем канале, и как будто этого уже недостаточно, Лена завершила громогласно свое видео из машины, сказав, что я блокировала, блокирую и буду блокировать. Вот такие непростые отношения у Лены со своим зрителем. Уже непонятно, кто там хейтер, кто поклонник. В общем, все под одну гребенку пошли у Лены на канале, всем досталось. Ну, а мы, конечно же, будем продолжать следить за тем, что происходит на канале у Лены. Вообще, Лена, конечно, приняла очень необычную позу. И тут я уже выражаюсь необразно, мол, Лена хэппи встала в позу, приняла грозную позицию. Нет, здесь я говорю в прямом смысле. Конкретно Лена сидела в очень странной позе на переднем сидении своего автомобиля. То есть дверь была открыта нараспашку. И вот в этом проеме сидела, втиснувшись Лена, демонстрируя нам свой стройный стан. Видимо, кета-диета начала действовать, потому что Лена специально показывала нам свои бедра в обтяжку. В этих рваных джинсах также на ней был топик в обтяжку. И явно прорисовывалась осиная талия. То есть наверняка Лена была затянута в корсет. Но тем не менее, и даже при корсете иногда очень сложно сидеть вот в такой позе на переднем сидении автомобиля, втягивая в себя постоянно животик. А у Лены там никакого животика не было. Она специально нам продемонстрировала, что вот он результат. За несколько дней без одышки, без всего, она сидит в джинсиках в обтяжку, в топике в обтяжку, и спокойненько нам вещает о том, как у нее все прекрасно, как она независима и самостоятельна. Да, родни ей помогает, она благодарна, но и без родни. Она бы справилась со всеми трудностями. Я так понимаю, что Лена нам еще покажет, чего она стоит в этой жизни, и мы все еще за нее порадуемся. Потому что то, что показывают нам, это всего лишь вершина айсберга. Лена сказала, что у нее там вообще кипят дела, там у нее еще куча разных бизнесов, о которых она нам не рассказывала, и рассказывать, скорее всего, не будет. Она хочет это все держать в секрете, чтобы ей там не мутили воду, не сбивали ее с панталыку. Короче, посмотрим, посмотрим, чем все закончится. Вот нам сказали, что год, пока Лена не будет двигаться с места, пока будет сидеть уродни. И, в принципе, это неплохо. Мы же все ей это как раз-таки и советовали. Поживи, уродни, подкопи деньжат, а потом уже и решишь, куда тебе ехать, в каком тебе направлении двигаться. Но, если честно, учитывая тот факт, что Лена такая мотовка, такая транжира, мне прям страшно представить, на какой такой первоначальный взнос Лена сможет накопить спустя год жития-бытия уродни и вот с такой маньякальной потребностью разбрасываться деньгами. Спускать их на всякую ерунду. Конечно же, мы можем сказать, что да, но это карточка родни, пусть она делает, что хочет. Ну, во-первых, я не думаю, что родни такой уж дурачок. Мы же видели, как Лена носилась по магазину в поисках бесплатного дерева, бесплатных дощечек, потому что родни сказал, что там есть коробка с бесплатными отбросами, вот оттуда и везет все деревяшки, нефиг тратить деньги. То есть родни не такой дурачок. Он проверяет потом, на что потрачена каждая копейка, каждый цент. Поэтому Лена знает, что с родни она не забалует. Тем не менее, если уж родни действительно вручил тебе карточку, то ты пользуйся с умом. Ну, не мне же объяснять взрослой, умудренной опытом женщине, прошедшей Крым и Мрым, то, как пользоваться карточкой, которую вам выдал любовник. По-моему, этим все сказано. И вот на этой ноте я хочу как раз-таки и закончить свой обзор. Если у вас есть какие-то дополнения, замечания, примечания, комментарии, делитесь, пожалуйста. Я с удовольствием читаю, многое для себя узнаю, за что я премного благодарен. И главное, я надеюсь, что у вас все хорошо, вы не болеете. Берегите, пожалуйста, себя в эти сложные времена. И увидимся снова на моем канале. До новых встреч. Пока-пока.